Всем привет, с вами Алекс с канал Берлилаб. Работаем с картами, смотрим прогноз погоды на ближайшие дни, делаем вывод акетоклизмов. Начинаем сейчас от воздуха и видим, что прогрессивно здесь в Канаде, в общем-то, тоже ситуация нелегкая. Видать, там суш такая же стоит, как и в Восточной Европе. Опять же, это действие волн Росби, и мы видим последствия этого, что там, ну, пока локальные, но все равно пожаров довольно-таки большого количества. Кстати, много пятен и вот здесь, но я думаю, от крупных городов на западе США. Посмотрите, что происходит в Бразилии. В Бразилии происходит консолидация, да. Если раньше это были вот такие локальные очаги, то сейчас вот этот дым прямо вот так хорошо накрыл. Ну, странно, странно, да. Процессы интересные происходят там. Смотрим теперь Африку. Здесь на юге Конга Анголы только осталось. Ну, вот за счет восточного ветра видно, как хорошо прочистилась Ангола. Это влажный ветер с Индийского океана. Так, вот здесь вот в центре, между Мали и Чадом, здесь за счет циклона, возможно, какие-то пыльные бури. А так, в Северной Африке все прекрасно, так же, как на Ближнем Востоке. То есть, хорошая погода продолжается и в Турции. Чистый, свежий воздух. А вот, значит, вот пожары, смотрим. Вот пожары в Восточной Европе еще догорают здесь, да. Если бы еще несколько дней продержалась такая сушь, то, наверное, были бы такие же массивные пожары, как и в 2010 году, не меньше. Ну, и смотрим вот здесь по северу. Здесь тоже торфяники. Они давно, еще с весны вот эти все работали. Потом дождики были, их прибило чуть-чуть, сейчас они опять вовсю воспряли. Ну, и прекрасно все в Азиатской части, преимущественно в Якутии. Мы видим какие-то мелкие очаги, даже вот в Иркутской области все погасло. Вот, может, там даже снег выпал. Ну, посмотрим. В Восток Китая здесь промышленные задымления так и продолжаются. Ну, вот в котловине вроде бы бури нет, но все равно довольно-таки пыльно. В Индии все прекрасно, в Австралии тоже все хорошо. Про Австралию, значит, здесь такая интересная новость поступила, которую хочу поделиться. Значит, научная новость. Британские климатологи выяснили, что массовые лесные и степные пожары в Австралии в 2019-2020 годах привели к сильнейшему за последние 30 лет нагреву стратосферы. Вы представляете? То есть, через три года после фактических процессов, наконец-то вышло это творение в научной литературе. От британских ученых. Да, сейчас мы видим, что в Австралии нет никаких разгораний в последнее время. Ничем она не отмечена. Прекрасно там все у них протекает. А с чем это связано? А с тем, что вот этот весь, понимаете, в лесах, вот этот весь пал, который был там, да, вот эти опавшие деревья, они десятилетиями там лежали, никто их не убирал, все это накапливалось, накапливалось, а потом достаточно одного разряда молнии и все. И все это вспыхивает мгновенно и, соответственно, на большие территории. Потом все это сгорает и потом десятилетиями опять все тихо и спокойно. Видите, что это циклы, нормальные природные циклы, которые наблюдаются. Так, допустим, вот новость тоже на смену сухой. Мы сейчас переходим уже к разбору погоды. Осадков и на смену сухой и жаркой погоде в республике Коми пришли грозы. Град, плавали деревья, электрофейерверк на дороге, затопленные торговые центры и, как результат, пожар. Вот такое то же самое примерно в Екатеринбурге произошло 25 августа. Стихия повалила деревья, затопила кафе и снесла машины. Мы видим, что все циклично, все циклично на нашей планете. Ну, давайте более подробно сегодня разберем. Вот уже грозы вчера были во Франции. Сегодня мы видим, что захватывает даже центральную Европу. Германия, Чехия, Австрия, север Италии. То есть погода портится. Но самые большие осадки юг Норвегии, Дании. Но пока вот еще Восточная Европа держится за счет мощного, опять же, потока сухого воздуха. Юзер Юзер пишет из Украины. У нас ночи, из Харькова. У нас ночи тропические, плюс 20, что не характерно для сезона. Да и вообще конец августа в Украине на 4-6 градусов выше климатической нормы. Абсолютно верно. Мы с этим как раз разбирали. Потому что формируется все больше и больше климат пустыни. Понимаете, когда вот здесь в Средней Азии разогревается пустыня. Она до октября теплая. Потом происходят резкие перепады температур. Днем может быть по 30, ночью заморозки. Это вполне нормальное явление для октября в пустыне. А потом такие жесточайшие морозы с ветром, с мощным. Вот еще циклон здесь осел в Турции. И плюс, обратите внимание, в Черном море сформировалась буквка Л. Депрессия. Депрессия сформировалась. И вчера была гроза в Новороссийске. Но выпало немного дождя. Одни капли, в общем-то, попадали, судя по очевидцам. Хотя молнии было достаточно много. Потому что вот за счет сухого, настолько сухой и перегретый воздух идет, что вот препятствует нормальным процессам для того, чтобы произошли, наконец-то, дождики. А плюс, вот Сыктывкар мы рассматривали, вчера Дмитрий Белинский пишет, супер ячейковая гроза произошла. Ну, это вот этот фронт, который идет, соответственно, он несет с собой прохладу сюда. Вот он, от Ямала. Это идет осень. Вот такая осень идет в Западную Сибирь. В городе местами есть повреждения. Я попал в самую зону шквала, в эпицентр. Ливень лил стеной 20 минут. Вот такие вот у нас описания гроз, которые вчера произошли. Ну и Денис Кочкин пишет из Ивановской области. Не ожидал при антициклоне гром. И, собственно, откуда взялась наковальня. Да, вот, понимаете, сухой воздух вроде бы, казалось бы, откуда. А вот они, сухие грозы. Вот они тоже сейчас видны. Вот и здесь на севере по Волжье тоже. Но вот здесь видно, что по северу уже идут настоящие грозы. С дождем, там совсем не то, что описали. А чуть южнее там пока что суховаты. Вот пишет у нас Сергей Путин. А в Смоленске опять тепло и хорошо, но не хватает моря. Ну, только надо найти солевую трубку где-нибудь. Может быть, соленое озеро у вас там есть где-нибудь в области. Поищите. И можно сделать там пляж, привезти песочек. И будет либо гальку. И будет как на море. Вот. Так. Сергей Декаленко пишет. Алекс, привет. Я, да, вот сначала Галину Попову зачитаем. Как раз вот этот вот ветер, который здесь задувает, да. В Ставрополе уже неделю сильный ветер. А сегодня он еще усилился. И теперь у нас облажная низовая пыль. Вот. Вот как это называется. Понимаете? Когда неделю висит пыль в воздухе. Причем это не галь. А вот именно пыль. То есть. И знаете, это такое неприятно, когда выходишь там в белой одежде. Ну, лето же там в белой рубашке там, допустим. А домой приходишь, у тебя рубашка серо-желтая такая. Ну, и запах тоже пыли как будто в грязи валялся. Так. И вот. Ну, давайте Светлану Светикова прочитаем. Сначала от Ростова-на-Дону. Здравия всем. Очень надеюсь, что скоро выключат восточный ветер. И станет нам намного легче хотя бы по ночам. Да. Станет легче. И эта дата довольно-таки близкая. Сейчас попозже скажу. Сергей Декаленко пишет. Алекс, привет. Я проживаю в городе Туапсе, Краснодарский край. Это вот здесь. Кто-нибудь знает. И да, у нас умеренный восточный ветер. Листва на деревьях приобрела золотистый оттенок. Прям как в середине осени. Хорошо, что малые реки не успевают пересохнуть. За счет июльских дождей. Если и дальше будет продолжаться такая жара, то возможно и локальная засуха. Надеюсь, что в скором времени пройдут осадки. Спасибо за точный прогноз погоды. Асхаб Джумаев пишет. Алекс, на Северном Кавказе, в Чечне очень жарко. Подскажите, пожалуйста. У нас нет дождей. И жара, и засуха. Днем ветер был очень сильный. Сказали, что силы ветра достигло 21 метра в секунду. Скажите, пожалуйста, Алекс, будут ли дожди в начале сентября? Или придет ли похолодание на Северном Кавказе? Если вы знаете, конечно. Но по последней версии, где-то как раз мы разбирали, в 3 сентября должно идти вот так вот мощное холодание отсюда, с севера-запада. Насколько оно сильно дойдет до юга, конечно, сказать сложно. Но, по крайней мере, вы почувствуете какое-то облегчение. То же самое с дождями. По идее, должны прийти дожди. Но сколько выпадет осадков, пока тоже сложно сказать. То есть, это можно сказать там за несколько дней. Но пока ориентируйтесь, пожалуйста, на 3 сентября. А вот Алексей Бахаревский Дракон пишет. Отключить власть огня до 31 августа 2022 года он предлагает. Потому что 1 сентября в России начало вторжение активного облачного дракона, который будет дышать ледяным градом и дождями. Вот, видите, Алексей Бахаревский делает прогноз уже на 1 сентября, когда это все начнется. Но, я думаю, что нормально почувствуется 3 сентября. Вот. Ну и будет так, как сейчас вот в Сибири. Допустим, Кира Ефремова пишет. Центр Сибири холодно и дожди. Ну, придет такая вот погода. И Алексей Покровский пишет из Иркутска. Вот здесь проживает. Алекс, спасибо. У нас по утрам из-за большой влажности очень густые туманы, несмотря на ветер прохладно. Ну да, то есть, сезон у вас, конечно, схлопнулся летнее очень преждевременно. Ну, вот сейчас вот видно, здесь циклон находится на западе Якутии. И за ним поступает очень-очень холодный ветер. Здесь на юг от Таймыра мы видим даже мощные снегопады проходят. Вот уже. На Чукотке тоже у нас дождики. Вот здесь циклон сейчас на севере Приморья рядом с Сахалином. В Корее, кстати, вот эта довольно-таки мощная ячейка. Она залила Южную Корею. Вот. И сейчас находится в Северной Корее. То есть, скорее всего, она пойдет в сторону Владивостока, я думаю. Это вот рассыпался здесь на части этот ураган. Смотрите, он прошел, практически Дамьянмы пробил, да. Прошел через Вьетнам, Лаос и, в общем-то, Дамьянмы дошел. Юг Индии. Здесь гроза сильная на севере, потихонечку ситуация успокаивается. Так, здесь живут в Малайзии какие-то сильные осадки, наконец, Индонезии. Вот на Австралии встал антициклон, но потихонечку смещается все-таки. И в Новой Зеландии на северном острове там циклон. Так, то есть, с осадками. Аляска заливает дождями, кое-где, смотрите, уже снежок тоже идет, то есть, прохладно становится. А вот на Западе Канады дождей мало. Здесь прямо только кое-где. И вот здесь вот даже грозы высоких широток. Ну, то же самое, что в Восточной Европе. То же самое происходит на Западе Канады. А вот в Восточной Канаде здесь циклон пониже, и поэтому здесь должно быть прохладно. То же самое здесь, видите, ячейка в районе Великих Озер. И такая вот в Южной Дакоте мы видим прямо мощная ячейка, очень плотненькая. Кстати, вот этот циклон никак не покинет. Ему понравилось здесь на побережье Мексиканского залива, прям засел, никуда уходить не хочет. И урагана мы не видим, чтобы они развивались. Вот эта ячейка, которая может прирасти в ураган. Но пока непонятно, пока возможно она и распадется. Будем наблюдать. Южная Чили засыпает снегом. Смотрите, как долго, да? И как много снега там выпало. Южная Чили, Аргентина. Но вот уже экватор стремится к своей нормальной позиции. То есть на нулевой широте туда подходит. Потому что скоро сентябрь будет равен 11. В общем-то все идет в соответствии с сезонами, с ожиданиями. Давайте посмотрим завтра, что интересно. Ну, завтра в Восточной Германии. Здесь что-то мощное ожидается. Локальное ночью. Ночью ожидается и в Норвегии. Антициклон пока держится. Также ветерок задувает восточный. В Сибири холодно. Циклоны здесь нагоняет наоборот холод. Да, завтра во Владивосток придет здесь циклон. Он из Кореи. Так что готовьтесь, жители Приморья. Будет мокро. Так, ну и грозы приходят на запад Канады, на запад США. Тоже мощные. Так, давайте завтра днем посмотрим. Завтра в Центральной Европе у нас везде практически грозы. В Греции, вот вокруг Черного моря. Вот здесь вот у нас в Архангельской области грозы. Может быть на севере там поуже каким-то образом дойдет. Ну и на севере Казахстана вот эта вот система пришла, которая в Сактовкаре устроила. И по сути это хвост вот этого циклона, который находится в Сибири. Это его хвост. Сюда протянутый далеко на запад. Ну что, смотрим температуры теперь. Температура сейчас, но видим, что потихонечку с севера-то отступает тепло. Пока еще, конечно, в Архангельской области, здесь и в Мурманской еще более-менее температура так. Но жары уже нет. Жары нет, хотя в Мурманске плюс 22. Сюда со стороны Швеции дошло хорошее тепло. В Архангельске плюс 20. В Санкт-Петербурге плюс 20. Но уже нет тридцатник. Тридцатники вот у нас в Поволжье. На Нижней Волге здесь почти 35. Может быть где-то там рекорды побьются сегодня. Ну и в общем-то Средней Азии такие же температуры. В Средней Азии, обратите внимание, жары-то и нет такой характерной для них. Потому что постоянно холодный воздух поступает из Сибири. Ну в Америке все по-прежнему. Тепло идет по великим равнинам далеко на север. На Аляске довольно-таки уже прохладно. В Сибири у нас, ну мы разобрали вообще в азиатской части, преимущественно прохладно сейчас. То есть уже жары нет. Так, ночь. Ночь у нас опять будет тропическая. Восток Украины, юг России. В общем-то все будет довольно-таки теплое. И холодно в Сибири. Холодно в Сибири. Вот тепло идет по западу США и в Центральную Канаду вот так вот вносится. Это у них день. Так, давайте завтра посмотрим, что у нас будет. Завтра будет довольно-таки теплая погода. Даже в Санкт-Петербург, смотрите, придет тепло опять занесет. Опять будет по 30 градусов. Прибалтику, в Польшу, даже Швеция выиграет от этого. В общем-то завтра будут такие уже окончательные деньки начнутся. Последние, да, лето, когда вот жара пытается показать. Это как зимой мороз, пока в марте там пытается что-то показать. Так и сейчас жара показывает. Ну и в Южном Урале, кстати, тоже будет. И чуть-чуть даже в Западной Сибири перепадет тепло. Давайте глянем, что у нас будет 4 сентября. Ну вот здесь на юге, кстати, чуть-чуть спадет жара. Но похолодания такого мощного не будет, как я ожидал. То есть здесь еще юг держится. Это где-то по линии Ростов, наверное, Волгоград примерно. По этой линии все, что южнее, будет еще лето такое мягкое. А вот в Украину уже проникнет прохлада. Беларусь, да, по Волжи наконец-то избавится от жары. Ну и, соответственно, Южный Урал, там Северный Казахстан. Зато, смотрите, эффектом будет то, что пойдет тепло из Средней Азии в сторону Южной Сибири. И, наконец-то, Южный Сибирь немножко погреется. Это такое будет бабье лето. Ну а я желаю вам отличных выходных. С вами был Алекс, канал Береда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова